здравствуйте мне бы жевачку девушка 5 рублей еще с вас держится сейчас но давайте с вами свяжем этот милейший кошелечек да 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 вот такой вот милейший кошелечек я вам отвечаю это просто что-то невероятное я предлагаю вам связать вот такого вот круглого мягкого великолепного малыша например в подарок для своей подружки пусть хоть где-то она у нее будет поняли да либо в подарок своим мужчинам на 23 февраля и 14 марта но вы поняли меня в подарок любым нашим близким пойдем покажу как сделать этот шедевр для вязания нашего кошелечка нам естественно потребуется пряжа я вяжу yarn yarn джинс номера оттеночков напишу в описании такой вот персиковый имитирует телесный цвет и такой вот пудровый имитирует нашу орелу также нам потребуется естественно кошелечная застежница артикул где ее взять на валбери составлю в описании и для украшения нам потребуется вот такая вот сережка штанга 8 или 10 миллиметров не больше также артикул оставлю в описании вязать мы будем крючком два с половиной миллиметра также нам потребуется пластиковая игла не такая толстая выкидываем ее сторону нам потребуется обычная игла которая внимание сможет пролезть вот в эти вот отверстия чтобы мы смогли зашить видите моя иголочка не пролазит поэтому берем иглу которая точно сможет пролезть и все как наши материалы готовы мы с вами приступаем к работе начинаем вязать я попрошу вас вязать достаточно плотно потому что это все-таки кошелек он не должен быть дырявый никакой денежной энергии мы выпускать с вами не будем погнали начнем мы связание задней части нашего кошелечка там никакого сосочка нет поэтому берем персиковый оттенок нити наш крючок и начинаем вязание для начала мы делаем кольцо амигуруми нам понадобится наши два пальчик делаем кольцо вот таким вот образом вот у нас сформировалась петелька ныряем туда крючком протаскиваем нить и вяжем две воздушные петли 1 2 вот так вот видите кольцо у нас сформировалась далее в это кольцо мы должны провязать 11 полустолбиков с накидом всего их будет 12 но вот этот вот первый столбик из воздушных петель он считается как 1 то есть 1 и еще один полустолбиков с накидом давайте свяжем накид ныряем серединку достаем нить вяжем полустолбик накид серединка цепляем нить полустолбик накид серединка нить полустолбик и вот такой технологии вяжем 11 полустолбиков с накидом провязала давайте сверимся у меня 11 полустолбиков с накидом плюс 1 столбик из набора воздушных петель всего 12 проверьте пожалуйста на этом моменте мы затягиваем наше кольцо амигуруми беремся вот за этот хвостик и тянем 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 хорошенько тянем но аккуратненько чтобы не порвать наш хвостик затянулись в круг соединимся обычным соединительным столбиком нам нужен первый столбик из воздушных петель вот он видите вот прям за него ныряем цепляем нить и провязываем соединительный столбик вот это у нас был первый ряд далее второй ряд мы поднимаемся на следующий уровень двумя воздушными петельками раз-два поднялись далее мы с вами должны сформировать прибавки их мы будем вязать через один столбик всего у нас 12 столбиков соответственно мы вяжем прибавка 1 столбик прибавка 1 столбик прибавка 1 столбик таким вот образом у нас формируется 6 грубо говоря вершиночек давайте покажу видите у нас две воздушные петли уже провязаны это как первый столбик нам нужно завершить нашу галочку завершить прибавку еще одним полустолбиком с накидом вяжем мы его вот прям в это отверстие куда мы соединились вот прям откуда идут эти воздушные петельки туда же мы с вами ныряем полустолбиком с накидом давайте делаем накид ныряем в эту же дырочку и провязываем полустолбик с накидом все у нас готова первая галочка это первая при бабочка она состоит из полустолбика с накидом который мы только что провязали и наборного столбика из воздушных петель вот первая прибавка выглядит так далее все абсолютно столбики и прибавки и единичные мы вяжем смотрите куда не за две стеночки не за заднюю не за переднюю а прям между столбиков вот я прям сзади вам сейчас покажу крючочком вот сюда прям вот видно вот он столбик и прям между столбиками ныряем вот так вот вот сюда прям между столбиками будем нырять так симпатичнее и плотнее давайте на очереди у нас одиночный полустолбик с накидом делаем накид ныряем между столбиками достаем нить провязываем полустолбик далее идет прибавка ее мы также вяжем меж столбиками делаю накид ныряю между столбиками достаю нить провязываю полустолбик и еще туда же я должна провязать еще один так как это прибавка ныряю цепляю нить и провязываю полустолбик все наша вторая галочка готова видите первая галочка единичный вторая галочка дальше единичный давайте делаем накид и уже между следующими столбиками ныряем достаем нить провязываем полустолбик далее опять прибавка вяжем между следующими столбиками 2 полустолбика с накидом 1 2 вот такой вот технологии чередуя при бабочку единичный столбик довязываем до конца нашего ряда в конце покажу что мы делаем смотрите я начинала с при бабочки вот она у меня галочка и сейчас я завершаю при бабочкой это неправильно у нас между каждой при бабочкой должен быть единичный столбик видите мне здесь не хватает вот прям после последнего столбика у нас есть расстояние и мы туда обязательно должны провязать последний полустолбик с накидом все и того в общем зачете во втором ряду у нас должно получиться 18 столбиков смотрите у нас повторяющийся узор галочка плюс один полустолбик это три столбика всего таких повторений у нас получится 6 штук 6 умножаем на 3 18 обязательно 18 столбиков у нас должно получиться если мы начали с прибавки закончить мы должны единичным столбиком в обязательном порядке вот так вот все подтягиваем и завершаем и второй ряд классическим соединительным столбиком ищем наш первый наборный столбик из воздушных петель вот прям за него не за его петли а за целый столбик ныряем и провязываем соединительный столбик вот так на очереди 3 ряд чтобы на него подняться мы должны сделать две воздушные петли 1 2 сделали далее мы вяжем точно также при бабочки и одиночные столбики но так как у нас увеличилось количество столбиков наш узор будет состоять из при бабочки и двух столбиков давайте вязать смотрите начинаем ряд мы всегда с при бабочки то есть наборный столбик из воздушных петель это 1 и туда же в тоже отверстие откуда у нас идут эти воздушные петли мы провязываем еще один полустолбик с накидом формируя галочку и обращаю ваше внимание что со второго ряда галочка из третьего ряда галочка они идут прям друг над другом это важно все прибавки мы делаем над другими прибавками это кстати очень простое правило которое нужно запомнить и тогда прям высчитывать ничего не нужно будет просто вы вяжете и видите вот эта галочка аха где галочка там при бабочка давайте вяжем делаем накид между следующими столбиками ныряем крючком достаем нить провязываем полустолбик помним да узор у нас из двух свободных полустолбиков плюс прибавка прибавка у нас сделано вот у нас один столбик надо провязать 2 делаем накид и между столбиками ныряем достаем нить провязываем второй полустолбик с накидом все далее у нас на очереди обращаю ваше внимание идет галочка где галочка там при бабочка туда между прямо этими столбиками провязываем 2 полустолбика с накидом вот так 2 все далее по рисунку ничего не меняет 2 столбика плюс галочка 1 полустолбик с накидом 2 полустолбик с накидом на очереди опять галочка галочка при бабочка между столбиками при бабочки предыдущего ряда вяжем 2 полустолбика с накидом 1 2 вот так такой технологии 2 столбика плюс галочка вяжем до конца ряда в конце как всегда встречаемся покажу что делаем там провязала последнюю галочку и вспоминаем наш узор между галочками у нас два полустолбика с накидом вот я провязываю между столбиками один полустолбик на него осталось место она последний вот прям вот сюда прям вот сюда между соединением и последним столбиком прям после последнего столбика туда ныряю и достаю провязывая последний второй полустолбик все завершая наш рисунок соединяем ряды в штатном режиме никогда этого меняться не будет за наборный столбик из воздушных петель провязываем соединительный столбик вот так далее четвертый ряд поднимаемся двумя воздушными петлями и все то же самое девочки то же самое просто узор нас увеличивается еще на один столбик и получается мы вяжем галочку плюс три столбика и все делаем накид первая галочка у нас идет прям туда откуда идут воздушные петли туда вяжем полустолбик с накидом все сформировали первую галочку далее вяжем 3 полустолбика с накидом обязательно между столбиками все то же самое 1 2 3 провязали на очереди галочка помним что галочка прибавочка туда вяжем 2 полустолбика с накидом 1 2 и так далее соблюдая узор 3 полустолбика с накидом между столбиками и в галочку вяжем при бабочку 2 полустолбика с накидом такой технологии до конца ряда и встречаемся завершила вязать последнюю галочку вспоминаю узор между галочками у меня три полустолбика с накидом провязываю вот между столбиками тут есть еще место 1 вот еще между столбиками 2 и 3 провязываем вот вместо начала вот сюда прям между столбиком и местом соединения прям туда все то же самое как с предыдущими рядами вот он 3 полустолбик соединяем ряд соединительным столбиком за 1 наборный столбик из воздушных петель все тоже самое 5 ряд вяжется аналогичным образом две воздушные петли также формируем в то же самое место галочку вяжем 4 полустолбика с накидами теперь 1 2 3 4 продолжаем вязать между столбиками ничего не меняется далее на очереди галочка галочка прибавочка 2 полустолбика с накидом туда 1 2 все технология такая же только меняется количество теперь у нас 4 полустолбика с накидом и галочка прибавочка 2 полустолбика с накидом в одну вяжем до конца ряда и встречаемся так я провязала последнюю галочку и вспоминая узор я должна закончить ряд четырьмя полустолбиками с накидом вяжу также между столбиков 1 2 3 и на четвертый ищем место между последним столбиком и местом соединения все то же самое ведь вяжем четвертый полустолбик финишируем ряд соединительным столбиком также за наборный столбик из воздушных петель шестой ряд девочки две воздушные петли та же самая галочка в начало ряда полустолбик с накидом провязали формируя нашу галочку первую и далее рисунок тот же самый просто плюс 1 полустолбик с накидом 5 полустолбиков с накидом вяжем между столбиками 1 2 3 4 5 на очередь галочка галочка при бабочка 2 полустолбика с накидом туда 1 2 все вот такой вот узор 5 полустолбиков плюс прибавка вяжем до конца ряда завершаю ряд в штабном режиме должна провязать между галочками 5 полустолбиков с накидом 1 2 3 4 а 5 провязываем точно также между последним столбиком и местом соединения ныряем туда вот он мой пятый столбик финишируем ряд соединительным столбиком вот так на очереди 7 ряд поднимаемся двумя воздушными петельками формируем первую галочку туда же технологии не меняется девчонки все то же самое первая галочка и между галочками у нас теперь по 6 столбиков вяжем 1 полустолбик с накидом 2 3 4 5 6 галочка при бабочка а это значит что это значит два полустолбика с накидом туда все узор такой же 6 полустолбиков с накидом плюс при бабочкам довязываем до конца после последней галочки мы также должны провязать 6 столбиков 5 провязала 6 вместо соединения между столбиком как и предыдущие ряды финишируем ряд одним соединительным столбиком вот так далее вяжем последний восьмой ряд поднимаемся двумя воздушными петельками первое же отверстие полустолбик с накидом формирую галочку все как в предыдущих рядах девочки далее наш узор состоит уже из 7 полустолбиков с накидом полюс галочка из полустолбиков вяжем раз и седьмой все галочка при бабочка два полустолбика туда раз таким рисунком вяжем до конца ряда в конце тоже самое седьмой полустолбик вяжем вместо соединения все туда же и финишируем ряд соединительным столбиком все обрезаем ниточку вот так вот и достаем из нашей петельки наш хвостик который мы отрезали и все вот таким вот образом выглядит наше первое полусище берем нашу цеплялку и примеряемся вот так это будет выглядеть вот такая вот полусище в обязательном порядке мы прячем все хвостики центрально еще раз подтягиваем прячем естественно на изнанке и за стеночки петель продеваем нить хвостика вот и про тела ныряю за вторую стеночку делю эту нить на волокна вот и завязываю простецкий узелок только аккуратно попрошу сильно не затягивать но точнее сильно затянуть нужно но только так чтобы не оборвать наши хвостики с этим аккуратней отрываются по себе говорю и второй узелок также я завязываю прячем все хвостики что найдем то есть у нас их всего два центральный и этот хвостик также спрячем на изнаночку такими же узел очками далее вяжем вторую половинку начинаем формировать нашу ореолу берем новый цвет делаем кольцо амигуруми все точно так же как делали с первой половинкой провязываем 2 воздушные петли это наш первый столбик и еще 11 полустолбиков нашу дырочку провязываем провязали пересчитываем должно быть в общей сложности 12 столбиков один спал столбиков с накидом и первый столбик наборный из воздушных петель затягиваем наше кольцо далее чтобы закончить наш круг соединимся соединительным столбиком также как мы делали на первом кругу за первый столбик наборный из воздушных петель все то же самое далее второй ряд поднимаемся двумя воздушными петельками и точно также делаем прибавку галочку в то же самое место откуда сейчас растут наши воздушные петельки давайте полустолбик с накидом туда провяжем все наша первая галочка между галочками у нас будет узор в один полустолбик с накидом все точно также вяжем также между столбиками вот он один полустолбик далее галочка тоже между столбиками в двойном объеме один полустолбик с накидом и туда же второй полустолбик с накидом технология такая же раппорт узора галочка плюс один полустолбик с накидом довяжем до конца ряда встретимся завершить второй ряд мы также должны одним полустолбиком вот его мы вяжем между последним столбиком и местом соединения прям туда же все то же самое что мы уже сделать девчонки ничего нового нет пока что соединяемся также соединительным столбиком за 1 набор на из воздушных петель он туда соединились далее на очереди третий ряд сейчас внимание мы поднимаемся не двумя воздушными петлями а 1 и в это же отверстие откуда у нас начинается воздушные петли мы туда провязываем не полустолбик с накидом а просто столбик без накида вот туда провязываем столбик без накида таким образом наша галочка двойная состоит не из полустолбиков с накидами а из столбиков без накида рисунок у нас такой галочка плюс два столбика эти два столбика мы оставляем полустолбиками с накидом продолжаем вязать также вяжем между столбиками давайте два полустолбика с накидом 1 полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом провязали далее у нас галочка в галочке прибавочка прибавку в этом ряду мы формируем с помощью столбиков без накида вяжем 1 столбик накида и туда же второй столбик без накида зачем это делаем чтобы визуально сделать максимально круглую нашу ореолу без таких торчащих углов и добавить рельефности с имитировать пупырчатость нашей груди чтобы все было натуральненько правильно правильно далее по рисунку после галочки у нас идут полустолбики с накидами вяжем полустолбик с накидом и второй полустолбик с накидом провязали далее опять галочка галочку два столбика без накида 1 2 и вот таким рапортом где галочка идет два столбика без накида плюс одиночных полустолбиков с одним накидом таким раппортом вяжем до конца ряда провязала последнюю галочку из столбиков без накидов должна завершить двумя полустолбиками с накидом 1 полустолбик провязала для него место есть а второй полустолбик вяжем также между последним столбиками местом соединения вот туда же провязываем последний полустолбик соединяемся мы также соединительным столбиком но здесь труднее найти первую воздушную петельку она здесь туговато вот прям находим ее вот она прям с краешку первая петелька из-за нее провязываем соединительный столбик все далее мы с вами обрезаем нить и достаем ее наша орелочка готова но мы должны завершить нашу получить ее взять опять бежевый оттеночек берем на очереди у нас четвертый ряд мы ныряем крючком в эту вот галочку между воздушной петлей ну или между местом куда мы сейчас соединились и столбиком без накида вот вот прям в это место мы ныряем достаем новый оттеночек пряжа вот так вот и вяжем 2 воздушные петли 1 2 в это же самое место мы должны сформировать опять нашу же стандартную прибавку здесь уже возвращаемся к старому вязанию с помощью полу столбика с накидом провязали вот она наша при бабочка далее вяжем также между столбиков четвертом ряду мы должны провязать три полустолбика с накидом по узору вяжем так же между столбиками вяжем вот сюда не сюда как можно перепутать здесь у нас при бабочка вяжем вот после следующего столбика вот он следующий столбик вяжем после него 1 полустолбик 2 полустолбик 3 полустолбик на очереди галочка маленькая потому что мы ее вязали столбик без накида туда мы провяжем также 2 полустолбика с накидом все уже штатный режим возвращается 2 и точно так же дальше по узору 3 полустолбика с накидом при бабочка 3 полустолбика с накидом при бабочка вяжем ряд до конца и встретимся после последней галочки завершаем ряд также тремя полустолбиками с накидом 1 полустолбик с накидом 2 и 3 между нашего последнего столбика и местом соединения завершаем ряд соединительным столбиком все точно так же далее на очереди 5 ряд туда мы поднимаемся также двумя воздушными петельками и вязание будет повторяться такое же как на наши первые частички все то же самое поэтому с 5 ряда мотаем видео назад на 5 ряд первой части я там уже все объясняла и довязываем эту детальку до конца до 8 ряда и встречаемся сейчас будет прям ювелирная трудненькая работа сосредоточимся чтобы у нас получился офигенный сосочек делаем кольцо амигуруми это мы с вами уже научили сделать вяжем 2 воздушные петли 1 2 это первый столбик всего столбиков должно быть 7 1 и плюс еще шесть полустолбиков мы с вами провяжем кольцо 1 2 3 4 5 6 провязали проверяем должно быть 7 раз два три 4 5 6 столбиков плюс один наборный все верно берем хвостик и затягиваем наше колечко до потуже далее нам нужно соединить этот микрокруг также ищем первый столбик наборный из воздушных петель за него ныряем и соединяемся соединительным столбиком все это верхушка нашего сосочка далее мы делаем одну воздушную петельку и должны набрать 7 столбиков без накида 1 вяжем прям вот в этот вот соединительный столбик из воздушных петель тут туговато вот найдите эти две стеночки и провяжите прям туда первый столбик без накида вот за две стеночки следующего столбика также вяжем 2 вот его две стеночки следующего столбика берем две стеночки вяжем второй столбик без накида 2 далее вот две стеночки вяжем 3 3 и так далее за две стеночки каждого столбика 4 тут туговато осторожнее девочки мы справимся 5 наша макушечка уже закругляется 5 провязали вот у меня 6 6 провязали и 7 вот последние две стеночки больше столбиков не осталось 7 столбиков провязали никаких соединений у нас не будет мы сразу же вяжем за две стеночки первого предыдущего ряда прям вот вяжем за две стеночки те же столбики без накидов 1 вот он второй пошел вот он 3 пошел вот он 4 пошел тут вообще трудноватенько я вам скажу 5 пошел но результат вы видели как шестой пошел и седьмой обязательно второй ряд завершается когда провязали все семь столбиков без накидов вот так вот давайте я примерю как раз на кончик вот такая штучка у нас получается и последний третий ряд нам надо провязать обязательно давайте все так же без каких-либо соединений ныряем следующие две стеночки и вяжем еще семь раз два три четыре пять шесть и седьмой последний семь восьмой столбик нам нужен чтобы сделать плавный переход за две следующие стеночки вяжем восьмой столбик но он будет соединительным вот так вот обрезаем ниточку ну достаточно оставим не совсем длинную не слишком короткую чтобы нам хватило пришить его к нашему кошелечку все обрезали достаем наш хвостик и все смотрите вот этот вот начальный хвостик который торчит из центра мы его прям туда запихаем так сказать набьем наше чудо-юдо этим шнурочком его прям туда запихаем прятать там трудно хата будет я вам скажу даже не надо заморачиваться просто вот так от его туда напихаем это и будет наша набивочка так мерим смотрите что у нас получилось вот такая вот шляпочка вот такая вот штучка размер достаточен начинаем пришивать нашу деталь берем иголочку куда мы сможем во-первых продеть нить в ее микро ушка я вот погеморроилась но у меня получилось и главное чтобы эта иголочка в дальнейшем проходила сквозь наши дырочки но сейчас это неважно можно взять иголочку другую мы просто будем вот таким вот образом пришивать это сие великолепие к нашей чашечки видите я прикладываю и мои стежки должны находиться на втором ряду не на первом потому что первый ряд мы прям закроем нашим великолепие вот цепляюсь я значит за две стеночки две стеночки каждого столбика цепляюсь иглой провязываю и между столбиками ныряю вот прям верхушечки между столбиками ныряю иглой и пришиваю таким образом то есть а выныриваю я из соседнего столбика вот выныриваю я из соседнего иголочкой протаскиваю и заныриваю снизу вверх уже в соседние две стеночки своего столбика вот так вот то есть пришиваем как кому удобнее я делаю так снизу вверх сверху вниз далее вот следующие две стеночки я сверху вниз в них ныряю ведь протаскиваю иглу протаскиваю нить и ныряю уже где-нибудь через два столбика да тут вообще не важно просто пришиваем как кому нравится просто вот так вот по кругу пришиваем наше великолепие никакой тут системы твердой нет за две стеночки и за столбики шьем немножко превратимся в швеей в швей в швей в швей девочки немножко превратимся вот таким вот образом туда-сюда гоняя иглу и я все это лишь а у меня вылетел хвостик я все это пришиваю вот видите как это выглядит все аккуратненько и все у нас будет торчать давайте до пришиваем до конца и встретимся я пошла вставлять обратно завершаю я прям тоже самое место откуда и начинала прям туда же ведь ведь все прям туда же хорошенечко я все это затянула и посмотрите как это все выглядит вот так вот не подкопаешься скажите прям вот о боже мой как красиво все с изнаночки мы этот хвостик прячем также как я уже спрятала все остальные хвостики на наших двух детальках как прячем хвостики узелками я вам уже показала далее что нам необходимо сделать мы берем нашу застежку и считаем сколько у нас здесь дырочек меня здесь 23 дырочки соответственно на своих детальках я выделяю 23 вот эта вот линия нашего соединения она у меня будет в центре прямо вот центральная и от центральной петли у меня будет 11 петель 11 в итоге 11 плюс 11 плюс 1 будет 23 петли и вот так вот мы будем присоединяться одна петля одна дырка на второй детали аналогично вот я ищу центр вот она моя центральная петля я вешаю на нее маркер 11 в одну сторону 11 в другую и будем пришиваться пришиваемся когда нет ни одного хвостика имейте это ввиду приступаем к сшиванию деталей вот в первую петельку где у нас маркер сверху вниз ныряем маркер убираем пока мешает протаскиваем нить не до конца завяжем маленький узелочек чтобы наша нить никуда не делась вот так вот и начинаем смотрите мы должны взять нашу застежку и нырнуть снизу вверх в первую дырочку снизу вверх нырнули далее мы должны нырнуть сверху вниз в ту же дырочку где у нас узелок в ту же самую ныряем затягиваем хорошенечко далее мы идем во вторую дырочку снизу вверх ныряем иголочкой далее идем во вторую петельку и сверху вниз ныряем иголочкой вот такая будет технология но вы принципе можете сшивать так как вам удобно я вам показываю так как делаю я далее я иду опять в третью дырочку снизу вверх я в нее ныряю дырка снизу вверх дырка снизу вверх а на чашечке сверху вниз в соседнюю петельку вот такой технологией я сшиваю детальки тут осторожней чтобы не запутаться вот этот вот хвостик у меня лезет видите вы его убирайте потом мы его спрячем и затягиваем хорошенечко лучше всего это делать под каким-нибудь упором так гораздо удобнее вот такой технологии мы с вами привязываем чашечку ой это же кошелек вот такой вот технологии мы с вами привязываем нашу детальку кошельку снизу вверх на застежке и сверху вниз в петельку все такая технология нехитрая все давайте самостоятельно привяжем эту штуку до конца и встретимся завершаю пришив своей детальки вот я снизу вверх нырнула в последнюю застежку дырочку и сверху вниз ныряю в последнюю петельку где у меня маркер маркер убираю ныряю как мы зафиксируем нить еще раз нырнем в последнюю дырочку на застежке и еще раз нырнем в последнюю петельку все мы закрепились вот такая вот чудесная штучка у нас получается с другой стороны это выглядит вот так все тоже очень аккуратненько вот ниточку обрезаем хвостик мы также прячем и 1 и 2 вторую детальку мы пришиваем точно также к другой части нашего кошелечка и нам останется лишь обвязать нижнюю частичку вот такое милашество у нас на данном этапе вот пока все это выглядит не ровненько я потом вам покажу что я с этим делаю нам осталось соединительными столбиками обвязать нижнюю часть и наш кошелечек будет готов я ныряю крючком в следующую петельку от последней провязанной и точно также на задней части нашего кошелечка в следующую цепляю нить и провязываю петельку так вот провязываю здесь я ее должна зафиксировать одной воздушной петлей вот так вот ведь и хвостик подтянуть потом его спрячем далее я ныряю за две стеночки следующего столбика и также на задней части и провязываю соединительный столбик и вот таким вот образом за две стеночки столбиков с передней и задней части я ныряю крючком и обвязываю всю нашу красоту за единительными столбиками тем самым я соединяю две детальки вот так сильно не затягиваем чтобы не было деформации вот так вот осторожненько соединительными столбиками соединяем две детальки вместе вот такой вот шовчик у нас красивый будет получаться давайте до соединяем до конца и встретимся вот я завершаю вязочку мне тут два раза осталось провязать здесь трудновато из-за нашей застежки мы прям отгибаем ее и обязательно последние столбики вот так вот цепляем и провязываем соединительный столбик все хвостик обрезаем достаем его все и давайте откроем эту штучку и этот хвостик вот так вот крючочком мы должны убрать вовнутрь соответственно вот этот вот первый хвостик точно также вовнутрь и во внутренней части сейчас эти хвостики мы с вами узелочками спрячем и наш кошелечек почти готов все моя обвязка у кошелечка готова вот так он сейчас не очень ровненько выглядит что я делаю я беру наполнитель и набиваю его как мягкую игрушку прям набиваю чтобы он полноценно принял у меня форму настоящей тетюльки все поднабила хорошенечко и закрываю это все как полагается на замок все в таком вот набитом состоянии я его более менее могу отпарить чтобы он у меня уже стал гораздо ровнее и принял кругленькую форму вот и в таком вот состоянии мне будет удобнее вешать сережку берем нашу штангочку и делаем прокол чувствуем себя мастерами по прокалыванию как их называют все я продела штангочку это все так ювелирно на самом деле и вот закрываю и и вот закрываю все как полагается все девчонки наш кошелечек готов посмотрите какая невероятная красота очень необычно советую подарить своим лучшим подружанькам такую штучку они точно будут в восторге впереди праздники 23 февраля подарить своим мужчине 14 февраля 8 марта все будьте вооружены креативным необычным подарком спасибо что посмотрели мой мастер-класс вот такой вот необычный связали вот такую вот штучку для себя любимых или в подарок по-любому лайк по-любому комментарии за вот такие вот необычные стороне все всех целую пока пока до встречи в новых мастер-классах